Воры в законе, короли преступного мира, закрытая обособленная каста, куда посторонним путь заказан. Их боятся, а легендам о сказочном богатстве завидуют. Неписанное правило, что настоящему вору давать интервью центральному телевидению западло и не по понятиям, хорошо известно каждому журналисту. Поэтому, когда такой авторитетный человек минувшим летом согласился на встречу с нами, это сразу стало русской сенсацией. Дорога сюда известна лишь узкому кругу самых доверенных людей. Его дело на особом контроле в МВД еще с 70-х. За ним охотятся и свои, и чужие. Смерть крестного отца выгодна многим. Его досье пестрит красными пометками. Склонен к побегу, особо опасен. В 86-м он поднял бунт на зоне. В 93-м его чуть не расстреляли. Чтобы узнать его имя, опытному арестанту или оперу, достаточно одного взгляда на его руки. За стенки штрафных изоляторов, сырые одиночки, крытых тюрем. До сих пор хранят глухое эхо его шаркающей походке. Откровенно, он еще никогда не рассказывал о своей судьбе. Никому не показывал свою семью. И уж тем более не открывал тайн воровского сообщества. Вершитель судеб. Живая легенда и третейский судья криминального мира. Именно ему посвящен хит шансона всех времен и народов «Владимирский Централ». Легендарный вор в законе. Тот самый Александр Северов. Я вор, да. Я вор в законе. Мы провели рядом с ним почти полгода. Вместе ездили в тюрьму на свидание к сыну. Он рассказал нам о воровских традициях и секретном обряде коронации. Я озвучиваю свою позицию воровскую. О том, как наказывают нарушителей кодекса чести. У меня этих всех выродков прям в землю вбил бы всех. Кто из знаменитостей в авторитете у авторитетов? Кому заказывают музыку короли криминала? И кто на самом деле стоит за звездами шансона? Секрет группу «Черный кофе» в комзон приезжал в зону. Самый знаменитый из ныне живущих и самый загадочный хранитель воровских тайн. Хочешь, смотри, хочешь, слушай. Почти 30 лет по лагерям и тюремным камерам. Сегодня он впервые перед телекамерой сам расскажет все. Знаменитый вор в законе Саша Север. Как он стал хрестным отцом преступного мира и выжил в самых страшных тюрьмах страны? Как проводил за решетку своих сыновей? Почему пытался свести счеты с жизнью? И как его супруга бьется за свое счастье под страхом смерти? Впервые в истории телевидения «Тайная жизнь вора в законе» от первого лица. Я, Ольга Попова. Это «Русские сенсации». Смотрите прямо сейчас. Тверь. Ресторан «Волга» закрыт на спецобслуживание. В банкетном зале друзья и близкие вора в законе Саши Севера. А вот и он, собственной персоной, в элегантном кремовом костюме. Среди гостей крепкие парни спортивного вида. Словно из культового сериала «Бригада». Счастливые лица, дружеские объятия, икона в подарок. Глядя на эти уникальные кадры, даже не верится, что так может выглядеть сходка крестных отцов. Ясность происходящая вносит блондинка в роли Тамады. Давайте липнем на Александра Галентиновича и крикнем «Ура! Ура! Ура! Ура!» Оказывается, уважаемые гости поздравляют Александра Валентиновича Северова с круглой датой. Сегодня ему, что называется, стукнул полтинник. Поздравляю тебя с вами, милей, милей, милей. Да, пожалуйста. Желаю тебе громадного здоровья. А лаверды уважаемым гостям от виновника торжества. На юбилее, кажется, не хватает только одного дорогого его сердцу гостя – Михаила Круга, который по такому случаю, наверное, спел бы свою коронную. В лазурном шумы песни, и там, братва, гуляет, и не мешает мусора. Это был бы обычный день рождения, как у любого, если бы не гости в черном. Все в окно, на веснах! Внимание! Работает спецназделение МВС. Сейчас все мужчины по моей команде, прошу, я буду подходить, встать, выйти в указанные места и приготовить документы для обознания личности. Проверка документов – неизбежная классика жанра. Без маски шоу у Севера не обходится ни один большой праздник. И он, похоже, относится к этому философски. Даже снисходительно. Я хочу сказать всем вам, я извинюсь за них, что не пришли, у них такая работа. Но мы сами сюда ехали, знали, куда ехали и что. Могло такое быть, поэтому удивляться ничего нечего. А давайте продолжим праздник. И праздник продолжился. А сейчас поздравления от группы Михаила Труха, Попочек. Встречаем аплодисментами. От всей души поздравляю Александр Валентиновича с его днём рождения. Хотелось бы исполнить песню, которую когда-то Михаил Валентиновича спитёт, именно Александр Валентиновича. Под бессмертные аккорды Владимирского Централа прототип и лирический герой песни о чём-то задумался. Шутка ли? 50 лет. И почти 30 из них за колючей проволокой. Владимирский Централ. Валентинович. Тверская область, посёлок Кушалино. Здесь, за этим бетонным забором, живёт один из легендарнейших крёстных отцов России. Вор в законе Александр Северов. Попасть за железные ворота можно лишь в исключительных случаях. Нажав кнопку вызова на домофоне, ждём ответа с замиранием сердца. Момент истины. За воротами послышали шаркающие шаги и сухой кашель. Железный занавес между миром обычных людей и тайнами преступного мира отъезжает в сторону. На пороге невысокий жилистый мужчина с жёлтой футболки. Кстати, обратите внимание на эти руки. Похожи на арестантскую энциклопедию. А в хейс-контроль мы, кажется, прошли. Александр Валентинович Северов. Он же Саша Север. Он же батя. Всё, хватит лаять. Ну-ка, хорош. Символично, что на его территорию мы проходим под оглушительный лай собак. Внезапно ловишь себя на странном ощущении, что оказался на зоне. Вокруг бетонный забор, сторожевые псы, по периметру вышки. Я первого вижу человека, у которого вышки стоят. Да, да. Такого больше нет. Ядина такой. Других нет. Широко улыбаясь, Александр Валентинович приглашает в сад. Проходи. Мельком замечаем каменных львов у входа в усадьбу. По пути натыкаемся на чёрных панцер. А вот эту колоссальную скульптуру гарпии ему подарили мастера из-за колючей проволоки. А вот эта фонтанка у нас. Это голова. С глаз вода льётся, сорта льётся. В пруду пластмассовые лебеди. Напоминание о Соликамской тюрьме. Белый лебедь. Попасть туда – это самое страшное, что может случиться с вором в законе. Наш герой побывал там дважды. Лышки, забор, чтобы всё не забывалось. Или забор я не меняю. Мне пять раз предлагали уже его сделать азурный, кованный. Я говорю, не надо. Я отсюда смотрю и вспоминаю сразу, что и за этим забором ещё и лагерь. Можно с той стороны оказаться забором. По ту сторону тюремного забора он провёл полжизни. Как говорилось в культовой комедии «Бриллиантовая рука» – уж лучше вы к нам. А в родственную жизнь не всех пускают? Ну понятно, что вопрос ничего пускает. Он внимательно присматривался к нам несколько дней. И только потом решил пустить в святая святых собственный дом. Вот прихожая у нас тут. В прихожей монитор видеонаблюдения. Здесь комната наша с Галей комната здесь. Большая двуспальная кровать, японский веер в изголовье и иконы. Они по всему дому, во всех комнатах. Это тоже всё с лагеря, всё подарили. Подсвечники, иконостас, резное дерево. Иконы, картины, столики – всё нарисовано и сделано руками сидельцев. Тоже всё вот эти деревянные резные из лагерей присылали ребятам. В гостиной камин и зеркальный потолок. Старый вор, говорит, от прежнего хозяина остался. Я этот дом купил, я его в жизни никогда не построил. Над диваном холст, масло. Портрет Александра Валентиновича в знаменитом образе Дона Корлеоне. В комнате для гостей невероятная коллекция шахмат ручной работы. Хрустальные, резные, с инкрустацией. Эти фигуры сделаны из хлебной арестантской пайки. Это оперативник смотрит. На Атасе стоит, зык. Оперативников смотрит, когда выглядывает. С пауками? Да. А вор есть? Да, нет. Здесь воры, воры, все воры здесь. Да, с воровскими раздвижными. А как же, конечно, без этого никак. А вот особый дар – знак внимания уважаемому вору. А это флэш-рояль. Масти на долгие годы? А, ну, фарту масти, да, масти имеется в виду, да. Масть в преступном мире – это принадлежность к тому или иному клану, сословию. Представитель высшей масти, хитро улыбнувшись, ведет нас дальше по закоулкам своего дома. А это ваш военный арсенал? Не военный, а подарочный арсенал. Венцом домашней экспозиции служит сувенирное оружие на память от братвы. Это в златоусте, да, тут вот, тут подписано. Вот, Миша, кругом вот такую, один в один дарили. Сабли, ножи и не только ножи. Натурально, натурально, натурально. Вот, здесь вот так же он прожег, затвор так же взводится, да. Да, один, все, все. Сожровать? Да, но новый не разработан, ну что. Так незаметно разговор зашел о главном. Главное, языком владеть, словом надо владеть, а не оружием. Оружием ничего не владеть. Дурак на курок нажмет. А вот именно избежать, да, избежать его, избежать его, такого кровавого конфликта, это другое. Для откровенного разговора о тайнах воровского мира Саша Север приведет нас в беседку, недалеко от пруда. Расскажете нам все тайны? Ну, конечно, конечно. Нам скрывать нечего. Словно в доказательство, что скрывать нечего, старый законник снимет темные очки и зажмурится от яркого света. Если солнца нет, можно очки снять, потому что когда я свет плохо вижу, у меня глаза слезятся, поэтому не могу без шарных очков. Кажется, глаза обычного человека. Лишь в глубине зрачков притаилась настороженность волка, готова к прыжку. В этом-то у меня преимущество, что я их с ней снимаю. Я с вами разговариваю, а по бокам вижу, кто как стоит, кто как дышит, на всякий случай. В темноте привык, зато ночью я вижу вообще исключительно. Артистизм у него в генах. Мама была виртуозной мошенницей. Поэтому говорить с журналистами без темных очков – жест почти по системе Станиславского. Действительно, глаза видели люди. Потому что глазами тоже можно много сказать. Как авторитеты правят преступным миром? И что делают с нарушителями воровского кодекса чести? Как знаменитый Саша Север отдыхает за границей? И где хранит общак тайную кассу криминала? Смотрите прямо сейчас. Там, где вот я, по крайней мере, нахожусь, я за это отвечаю. Беспредела не будет. Чтобы было окончательно ясно, кто на самом деле перед нами, Саша Север сходу берет быка за рога. Я здесь как домокло в месяц над любым беспределом. Я во всей России третийский человек. Потому что Россия знает, и люди со всей России ко мне обращаются со своими проблемами. И я решаю ее. Дон Александр отвечает, этот домоклов меч действует безотказно. Как автомат Калашникова. Люди, которых кинули, например, обманулись в квартире. Раз будет так, так разобрались, вернешь квартиру, понял. Три дня срок, квартиру вернешь. И он понимает, что если он не вернет, ему квартира больше не понадобится. Для него будет комната, на момент ниже уровня земли. То есть решение уровня нельзя не выполнить? Конечно, конечно. Эта безжалостная теневая правоохранительная система работает по жестким правилам, которые не может нарушить даже коронованный вор. Нельзя категорически, выслушав одну сторону, какие-то решения принимать. Тот, кто обращается к вору, должен понимать, обратной дороги не будет. Выяснили ситуацию и говорили, что ты прав, ты не прав. Все, это решение окончательно уже. И кто уже не может опровергнуть тебя, протестовать. По понятиям, если конфликт разбирал вор, к другому законнику обращаться за обжалованием бесполезно. Он за это дело уже не возьмется. Раз они ответ получили, они должны им руководствоваться. Второе, что другому вору, что их не устроил такой ответ, это же нельзя. Это правило помогает сохранить мир в так называемой воровской семье, где далеко не каждый преступник найдет понимание. Какие-то блюдки лазят по квартире, у бабушек пенсии забирают. Вот это вот все, медали, ордена. Вот это я смотрю, я вор, да, я вор в законе. Но я это смотрю, у меня сердце вот так рвется. У меня просто разрывается. Я думал, стоял бы рядом этих всех выродков, прям в землю вбил бы, всех. Ворую, ты воруешь, знаешь, где ты же воруешь. Я ворую такого, которые два миллиона у него пропадут, он не заметит. Он сам не помнит, сколько у него денег. Столько наворовал, столько наоткатывал. Похоже, кумир мальчишек Робин Гуд Вальтера Скотта, окажись в наше время, сказал бы то же самое. Матерей убивают, родители заказывают за каких-то странных квартир. Вообще, просто мир перевернулся. И вот действительно надо с чем бороться, с такими проявлениями нелюдскими. Борются вот с ворами в законе. Глашатый воровских идей, сверкая праведным гневом, продолжит. Не тех ловите. Для них вот вор в законе погремуха. Все, о, мы вором в законе, мы в законе закрыли. Поймай, вот они воруют, а миллиардами из бюджета тащат, тащат их кучами, тащат такими кучами, что уже проглотить не могут, прожевать, уже давятся, все равно тащат, тащат. Но очарование романтического образа померкнет, стоит только послушать о настоящей войне между ворами и бандитами лихих девяностых, когда человеческой кровью оказались забрызганы все. Все знают меня и знают по 90-м годам, когда действительно война была. Как я стреляла, по сколько клала, и убивали по 11, по 13 человек за день. Было 15 всяких бригад там отмороженных. Сегодняшний день у меня нет ни одного главаря, все на кладбище, все. Личный архив Саши Севера представляет 2004 год, Египет. В кои-то веки дела позволили выбраться за границу. Александр Валентинович окидывает взглядом в витрину с ювелиркой. А вот уже он сам в роли оператора и комментатора за кадром. Уникальная возможность увидеть курорт глазами вора на отдыхе. Носитель воровской идеи за рубежом впервые. Это сразу чувствуется. Русским не такая экзотика нужна. Золото, цепи в два пальца. Авторитетного туриста в белоснежном костюме прайер египетский готов принять за босса итальянской мафии. Отдав должное патриотическим чувствам, продолжим экскурсию по Шарм-Аль-Шейху. Ты не увидел этот момент полета? Я его не засняла. Боку нет человеку, нет? Нету. Потому что чисто, видишь, как даже здесь. А поставляешь, я его брал на асфальтику, да? В России вилла была в костюм, да? Ну, теперь осталось только в бассейн упасть. Вон, прям в костюме. Раньше о красоте заморских стран он мог только мечтать или читать в книгах из тюремной библиотеки. Выхожу к мистерностранных дел. Там кишок, да? А эту картину хоть сейчас на холст. Мятежный дух лагерника в полной гармонии с вольным морским ветром странствий. Там, за горизонтом, далекая родина, где ему не нужен загранпаспорт. Да и просто паспорт. Главное удостоверение личности всегда при нем. Легендарные воровские звезды у севера на лодыжках, коленях и ключицах. А я смотрю, звезды не только на коленях, но и... Да, и там, и здесь, и тут, и тут, и тут, и тут, и тут, и тут. Под рубашкой не видны купола. Их ровно 29. По счету лет за решеткой. Столько же на запястье левой руки маленьких черных крестиков. А крестики это тоже... Это год, это все, каждый крестик один год. Мало кто знает, пронзительный хит Михаила Круга «Кольщик» написан по мотивам татуировок Александра Валентиновича. Наколка не только особая примета человека в розыске. По татуировкам на зонах читают людские судьбы. Это своеобразный паспорт арестанта. То есть, что видно, есть вот этот вот кот с мешком идет. Кошка – это наколка воровская. Кот – домушник. Квартиру обоказал, то сразу видно, ты – домушник. Старый законник, указывая перебинтованной кистью поисколотой руке, словно ведет нас по своему прошлому. Вот этот наколк – смерть, череп, мишень, она в руках шприцы кидает. И это расцифровывается. Избавление только после смерти. Эти пальцы, постоянно перетасовывающие карты, красноречиво говорят – не умеешь играть – не садись. Тем более на деньги или интерес. Золотой принцип есть в лагерях всегда. Это не играй того, чего у тебя в кармане нет. Или рядом с тобой не лежит. Если играешь подо что-то, завтра ко мне жена зайдет на свиданку. А ты не знаешь, что вас за игру через час хлопнут, посадят тебя в изолятор, и ты никакой свиданку не пойдешь. И не рассчитайся, и у тебя на всю жизнь будет пятно, фуфломет. Это самая низшая иерархия в преступной жизни. Проигравший рассчитывается по карточным долгам, даже если его переводят на другую зону или выпускают на волю. Его найдут везде, и долг придется отдать. Карты – это привычка? Карты я в жизни тусую всегда. У меня могло быть в одиночке. Вообще вещей не быть, но карты были всегда. Кажется, засаленная колода карт – это уже часть натуры Саши Севера. Колоду я на вес чувствую, что это везде. Я жил только за счет карт. В лагерях и на свободе. Это трудно понять, еще труднее представить. Удачливый картежник за решеткой мог выиграть целое состояние. В зону ко мне заезжали люди на «Мерседеса» в 86-й год. Полный багажник там всего завозили. Денег видел, сколько у меня там. У меня только в то время в зоне денег было 20 тысяч. Только выигрывали. А перстни – это атрибут? Ворон? Да нет, тут разные просто. Вот эта вот вся юрлица за решеткой прошла. Вот этот перстень – это отрицалова. Бубновый туз – тоже знак отрицания власти. Но при этом он выдает в своем владельце профессионального игрока. На жаргоне сидельцев – виртуозного каталу. Вот это карточные масти, все крести, пики, черви, буби. То есть картежник. Картежник, да. Картежник и плюс карты. Когда играешь, я, допустим, одним пальцем пошевелю. Вот так. А мой партнер знает, что это, вот, буби. Знает, что надо в буби, например, уходить. Вот эти два пальца лежат вот так на моих картах. То есть заходи или в пики, или в черви. Сигнал не поднял. Рысь на горле, вызывающий символ неподчинения лагерным и тюремным властям. Прикрывает удаленный кадык. Последствия рака гортани и операции. Вспоминая те, теперь уже далекие времена, джинкмен удачи вздохнет с ностальгией. Вот эта наколка с розой, это тоже на малолетке. Самые первые арестантские татуировки Саша Север набил в далеком 72-м, по малолетке. Вот, вот такая, вот это было 1959 год, у меня это цифрами было. Тут тоже вот чайка всякая, ну такие вот. Почти как в песне Высоцкого. Первый срок отбывал он в утробе. Первый срок отбывал я в утробе. У тебя ничего там хорошего нет. Кажется, эта судьба была ему на роду написана. У меня сама семья вся городская. У меня мать 44 отсидела, а у тебя 27, сестра 22, и я 29. Эти немыслимые сроки, или как там говорится, срока, провернули жизнь Саши Севера, словно через мясорубку. Пока пацаны с соседнего двора играли, да какая разница, во что они играли. Маленький Саша ехал со своей мамой на криминальную гастроль. Я родился в Казахстане. У меня там мать было срок, в лагере. Там меня не родила. Ее уважали, ее знали. Мама Александра Валентиновича была известной личностью в узких кругах. Работала в силу преступной специальности под разными легендами и именами. У нее 7 паспортов было и 7 трудовых книжек у матери на разные фамилии. По понятным причинам сниматься на фото и видеокамеру она не любила. В Союзном розыске висела годами. В семейном архиве она останется лишь на двух фотографиях. Мать у меня 44 года села в лагерях в офисе сложности. У нее 11 судимости, и все 11 судимости у нее за мошенничество. Именно мать показала ему дорожку в преступный мир. В совсем еще юном возрасте он вместе с мамой ходил на дело. С этого, можно сказать, криминальный путь у меня уже пошел. Каждый вор поступает так, как считает для себя сам правильным. В данной ситуации за это решение он несет ответственность перед нами. Впервые на телевидении. Коронация вора в законе. Подробности тайного обряда посвящения. Где хранит общак Саша Север? И кто заказал его ликвидацию? Смотрите прямо сейчас. Я очень многое в жизни прошел, никому этого не советую. Самое время задать вопрос о коронации. В тайном обряде посвящения воровское звание. А правда, что вас коронуют? А? Да, какой коронуют? Да, глупости, чистой воды глупость. Какие коронации? Ну, что вы, цари здесь, что ли? Нет? Просто человеку принимают, семью и все. Человека достойно. К достойному человеку законники присматриваются годами и даже десятилетиями. Жизнь тебя выдвигает, люди выдвигают. А не то, что взяли и назначили. Взять и назначить невозможно. Нужна безупречная криминальная биография, репутация правильного арестанта, лидерские качества и авторитет. Среди авторитетов. Тут надо, чтобы была полная сходка, нормальная. Раньше было, можно было, три человека решили все, что. Было здесь 15 минимум человек. Вором увеличили в конце 90-х, чтобы отсечь тех, кто пытался войти в элиту преступного мира, используя родственные связи или большие деньги. Допустим, образно говоря, три вора. Собраясь, решили Колю сделать вором. Объявить его вором. Он нам дал по миллиарду. Образно говоря. А сам воровском он не бум-бум. В нем нет ничего воровского. Он не умеет ни трезво мыслить, ни аналитические ситуации разобрать. Не понимает вообще вещей, которые должен вор понимать. Поэтому я твердо говорю, что человек у нас не может купить имя никак. Сам обряд, то, что мы зовем коронацией, у них называется решить вопрос. Я у Владимира вопрос решил. Некоторые детали ритуала засекречены для всех, кроме самих участников. Во-первых, вопросы зададут, зачем тебе это надо, что это вообще, зачем тебе это надо. За свою жизнь все расскажет, как он, где он просидел, как, чего. Вот почему я говорю, весь жизненный путь его будет виден. Статус вора нужно постоянно подтверждать своими поступками. Суть-то в том, что это не дается пожизненно. Что ты, пожизненный вор в законе? А завтра сделал ты поступок не воровской? Я приду к нему и скажу, слышь, ну-ка, объясни-ка, что это вот такое? Или там, мы воры прием несколько чего. Что это такое-то? Раз, позвали тех, кто его вопрос решал. Что в нем воровское увидели? Вот это что такое, это разворовское? Все, и тормознули его. Тормознуть, в переводе с воровского жаргона, означает лишить статуса законника. Вор должен за свое слово отвечать, причем отвечает очень жестко своим именем, а может даже и жизнью, если он, потому что он решает судьбу людей. А в воровском кодексе чести спето невероятное количество песен в жанре шансон. Но что это на самом деле, знают только они. У нас нет такого кодекса, никакого как бы того не было, что вот какая-то книга, да, книга, а здесь вот это, вот здесь это и это. Вот, можно и нельзя, у нас этого нет. Книги нет, а правила нерушимы. Неписанные законы передаются из поколения в поколение, впитываются сидельцами вместе с тюремным воздухом. Не служить в армии не может, не должен, работать не должен, естественно. Одна из негласных заповедей – вор не должен купаться в роскоши. За это могут спросить. Я говорю, я никогда не буду рисковать необходимым ради излишеств. Вот есть ли я необходимое, мне лишнее ничего не надо. Интересно, что в поместье Александра Валентиновича нет обслуги и охраны. Совершу преступление, и доказательства есть, посадить и сяду, буду сидеть. Зачем я побегу из дома куда-то, и везде все свои бега, буду по улицам бегать по городам, прятаться, озираться от погони, нет ли за мной, как заяц. Бегают и прячутся заяц. А я всю жизнь был волком, и у меня все прятались. Он действительно ни от кого не прячется. Одного взгляда на черный Мерседес достаточно, чтобы понять, чья это машина. Знаменитая тюремная формула «не верь, не бойся, не проси» – это про Александра Валентиновича. Хотя опасаться есть чего. Заказать ликвидацию вора в законе могут, что называется, и свои, и чужие. А главной целью может стать тайная воровская касса, как они говорят, общак. Свой общак есть и у Саши Севера. Деньги – тема очень деликатная. Тем более, если они принадлежат воровскому сообществу. Поэтому то, что произошло дальше, иначе, как сенсации, не назовешь. Покажете? Да, конечно. Целый чемодан денег. Индийский океан, остров Гоа, пятизвездочный отель Holiday Inn. Теплый песок, пальмы. Вор в законе Саши Север за кадром. Следует в фарватере элегантной дамы Бирюзова. Настроение романтическое, даже петь хочется. Под залог бедей не крал. Я же не с***, чтобы жить по беспределу. А вот она же уже за столиком с авторитетным отдыхающим. А это уже пляж. Выход богини Афродиты из пены морской. На фоне лоу. О, yes. О, хо-хо. Таким домашним и трогательным Сашу Севера видела, пожалуй, только она. Мы едины целы с ней. Мы друг для друга поддержка. Я всегда говорил, тот образ жизни, который я вел в лагерях, такая женщина, это просто находка. Такую не найдешь. Галина – любимая женщина и боевая подруга вора в законе. Я еще старалась, чтобы дети не чувствовали, что у них отца нет. Ну, практически они выросли без отца. Приходилось самой крутиться. Она была с ним и в горе, и в радости, и даже смерти не позволила различить их. Я уже жить не хотела, я вам честно говорю. Чемодан, вокзал, зона. Вслед за любимым Галина исколесила почти всю страну и своими глазами увидела самые страшные тюрьмы России. Я много проехала за Сашей по стране. Три десятка лет за колючей проволокой практически угробили здоровье Саши Севера. Надо четвертую сделать операцию окончательно, чтобы все уже было. И ни одна больница не берет, потому что мы его с наркозом просто не вытащим. Одна болезнь сменялась другой. Силы были на исходе. После инсульта, даже скажу, у меня вся левая сторона была парализована. Да, инсульт. А лицо перекошено. Он гасил неимоверную боль запрещенными препаратами. Я говорю, я 8 лет кололся, вообще 8 лет никто не думал, что я колюсь. Я сейчас вспоминаю, это как кошмарный сон. Это все пройти надо было. А она день и ночь дежурила возле его больничной койки. И у него наступает там еще клиническая смерть. И молила Бога об одном – только бы он жил. Он выжил благодаря своему сердцу. Своё сердце она отдала вору в законе в далеком 87-м. Ему 28 и уже 6 судимостей за спиной. Ей 21. Скромная девушка из простой семьи. Была приятельница. А у нее молодой человек сидел у нас на баське на мхе. И как раз в выходной делать нечего было. Она ей говорит, за компанию не съедишь. Длинноногую, интересную девушку с красивыми глазами он не мог не приметить. Я говорю, о, давай, друг, напиши-то своей. Спроси у нее, пусть даст адресок, я ей напишу. На этого письма так написал. В общем-то, кто я, что я, чего там, неродных, незнакомых. Вот я вот такой бедный, несчастный, ко мне никто не ездит. Я думаю, ну ладно, что не съездить. К первому свиданию авторитетный кавалер подготовился конкретно и основательно. У него шарф был одет, а вот отсюда ушки, ну, на колоках торчат. Ну, я понимаю, что ушки. А руки без перчаток. Я так, господи, синие руки. Не хватает тебе нормальных пацанов, тебе надо было сюда вляпаться. Первое мое впечатление, ножки мои, ножки, несите меня отсюда побыстрее. Но стоило ему заговорить, и она, кажется, влюбилась. А Саша еще, я вот никогда с семьей не жил, я хочу семью, я хочу своих детей. И, как всегда, все туда попадают ни за что. Понравилась мне как женщина, и именно мышление такое очень хорошее для женщины. Крестный отец сделал ей предложение, от которого она могла отказаться. Давай, мол, мы с тобой распишемся фиктивно. Ты будешь ко мне ездить на свидание, то-то, то-то, я тебе буду деньгами помогать. У меня она приезжает домой, и мне пишут, что, мол, все подумала, обдумала. Меня не устраивает, говорит, это фиктивный брак. И вот на этом мы порешили, что брак у нас официальный. А вскоре дело дошло и до свадьбы. Хотя вся моя родня была в ужасе. Невеста в джинсах и кожаной куртке, жених в арестантской робе. Их свадьба не пела и не плясала. Но для этой свадьбы было мало и тюрьмы. Ползоны прибежало офицеров посмотреть, какая сумасшедшая, решила выйти замуж за Северова. Молодой супруги вор в законе сразу поставил железные условия. Ты уже ни с кем попал, а там живешь. Потому что ты будешь мое лицо там в городе. Здесь меня знают таким. А он, скажет, что у меня шалава какая-то шляется там по кабакам. И предупредил. На воле он может оказаться нескоро. Слезы и упреки по этому поводу отставить. Я так прямо сказал, я думаю, у меня, я могу 25 лет сидеть в одиночке, в трусах, в майке. Но ты у меня будешь ходить лучше всех в тюрьме. Вы знаете, а я с ним почувствовала себя женщиной. Он выйдет из тюрьмы через полтора года, а на свободе вора в законе ждали плохие новости. Пока Север сидел в казенном доме, его сын попал в детский дом. Галина боролась за сына своего Саши, как за родного. Зимка была очень трудная. Мы его забрали, у нас нет документов, ничего не было. Нам надо было его устроить и в школу. И кажется, наконец обрела свое женское счастье, но вскоре случится страшное. Когда Галину оскорбит незнакомец, вспыльчивый Саша Север молчать не станет. Из-за меня же Саша тогда сидел. Чувство вины у меня было перед ним. Когда мы ехали на машине, я за рулем, меня оскорбили, его там Саша догнал. Ложил его сразу на пол, на асфальт. Всю голову раздолбил ему, говорю, вот ползи теперь, спроси прощения. Его отправят по этапу в Соликамск, второй раз в печально известную колонию «Белый лебедь». То, что я поступил, так я считаю достойным и как мужчина, и по отношению к своей женщине, я не дам никому оскорблять. А она на всю жизнь запомнит эту страшную расплату за любовь. Когда ему дали за меня 6 лет этих, я рвалась. Я старалась ему помочь, как только могла. Едешь, ну промолчи. Хамов очень много. Я тоже умею. Вот и накавкала тогда себе. Проблемы, все трудности, которые надо было переступать, переступать, переступать. В общей сложности она ждала его долгие 15 лет. Воспитывала детей, отправляла ему передачи. Были некоторые моменты, я аж, как говорится, по лезвии ножа проходила, чтобы срок не заработать себе. Встречала возле тюремных ворот после освобождения и снова провожала в зал суда. Он поехал сегодня или завтра в Москву, я не знаю, вернется он или нет оттуда. А он писал ей трогательно нежные письма. Для меня лучшей женщины по моей жизни не надо. Она все понимает, все видит. Эти кадры семейной хроники на вес серебра. Красивая, умная женщина и элегантно-решительный мужчина. Они вместе уже 25 лет. Александра Галина, ваша любовь срождалась в его. Галь, ну ты молодец, прошла все, все, что могла вместе с Александром. Так что у нас все в порядке. На серебряной свадьбе больше тостов за Галину, за ее женский подвиг. Еще больше музыкальных посвящений. Стихи своей супруги Александр Валентинович писал, сидя за решеткой. Теперь их поют со сцены. Галера, и вот такая замечательная песенка у нас получилась. Держи только-только из студии слова Александра Валентиновича. И, ну, загадываюсь, как она... Галка зажигалка. Между первой и второй перерывчик небольшой. Для настоящей женщины – настоящие хиты. Валерий Юг споет песню. Это Тверичанка, которую я тоже посвящал. Свои супруги... Отвечай, Катричаночка, твоя далекая мечта. Ради своей любимой Галины Саша Север готов, кажется, на все. Она подарила ему главную любовь в жизни и не дала умереть, когда силы были на исходе. Но была в жизни вора в законе и другая женщина, которой он тоже обязан своей жизнью. Из-за чьи грехи он расплатился своей судьбой. На поклон к матери Саша Север приедет вместе с родной сестрой. Так, мамка наша, да? Царство небесное. Как хотела Ярославль рядом с родителями. Поклонившись могиле матери, постаревшие дети отправятся в храм поставить свечку за упокой. Слишком бурной и криминальной была жизнь их мамы. Я говорю, даже сам не хочет себе пожить нормально. Она говорит, а я не смогу, я уже без этого не смогу. Я говорю, болею. Она говорит, я прям болею. Я говорю, ну, что тогда, что об этом говорить. А потом и сам заболел. Вместе с молоком матери ему пришлось питать тяготы тюремной жизни. На всю семью Саши Севера приходится 108 лет в неволе. За решетку у него побывали почти все близкие родственники. У меня сама семья вся воровская. Мать 44 отсидела, отец 27, сестра 22, я 29. Я очень многое в жизни прошел, никому этого не советую. Он никому не советовал и не желал такой доли, тем более своим близким. Но жизнь не пощадила вора в законе. Два сына у меня уже получили по две судимости. Старшему сыну Дмитрию до свободы осталось полгода. У младшего Алексея тюремный путь только начался. Я понимаю, что сын сидит из-за меня. Ворзако не уверен. Его фамилия стала черной меткой для сыновей. Ну вот, Кашинская тюрьма, где находится наш сын, за который обидел младший, который за аварию получил 6 лет. Вот сюда каждую неделю ездим. Три десятка лет Саша получал передачки. Теперь сам возит продукты сыну. Я весь больной после тоже этих аварий. У меня все ноги переломаны, ребра и голова расколоты. Вот лекарства сейчас привезли и все. Уважаемый вор в законе, третейский судья по всей России. Кажется, ему уже некого и нечего бояться. Но здесь, у стен тюрьмы, так близко к родным детям, его сердце дровнет, и он не сможет удержать эмоции. Внимание! Говорит и показывает, вор в законе. Ну вот, если взять, начать пример разговор. Это видео Саша Север снимал для себя. И никогда его не пересматривал. Слишком личное. Где именно велась съемка, догадаться нетрудно. Свой видеодневник Александр Валентинович вел в подвале собственного дома. Элементарная вещь, которая для человека не должна быть приемлема. Лезь, вранье, лезоблюдство, подхалимство, лицемерие. Он записывал все, что так долго его тревожило. Самые сокровенные мысли. Так вот, в лагере они в полной мере проявляются. И лагерь это как хорошая такая жизненная школа. Не советую, конечно, никому туда попадать. Это видеодневник, словно завещание. Вор в законе Саша Север записал его на случай собственной смерти. Кажется, чувствуя, что каждый день может стать последним. И его может не стать, как в один роковой миг не стало его самого близкого друга Михаила Круга. Я не верил, какой человек мог поднять ствол и стрелять в Мишу. С начинающим шансонье Кругом Сашу Севера познакомила супруга Галина. И с Мишей мы во Владимир поехали. Тогда, да, на Владимирский централ. Ленке, наверное, было года три уже. Но вот мы, вот там они и познакомились. Разговорились так вот, прочее, прочее. Смотрел человек, мыслит хорошо, правильно. Тогда вор в законе решил, этому человеку он может доверить свои стихи. Так они стали друзьями до самой смерти. Письма присылала и уже стихи для Миши. Мол, отвези. И вот так, наверное, шанс он у меня и начался в моей жизни. Михаил Круг начнет не только петь рифмы своего друга, но и посвящать ему песни собственного сочинения. Самую известную из них с первой ноты угадает каждый житель одной шестой части света. В Владимирский централ. Ветер северный. Этапом из Твери. Но она немерено. Лежит на сердце. Тяжкий груз. Он мне первый раз спел в 98-м году, когда я заводился. Здесь, в Батоне, меня встречали. В этой беседке они не раз говорили по душам с Михаилом. Здесь же каждый год Север собирает своих друзей на вечер памяти друга. Помянем его. Хоть и не чокает, кто на воду, когда пьют. За тех, кто от нас ушел. Но мы чокнемся, потому что я делаю. Он нас, да, для нас он целый всегда был. Есть и будет. Маленький поселок под Тверью к таким концертам давно привык. Ради встречи с легендарным вором в законе звезды шансона готовы поменять все свои планы. Это человек-легенда Александр Белолебединский. Александр Белолебединский. Под таким творческим псевдонимом вор в законе Саша Север известен в мире шансона. На его стихи пишут музыку, ему посвящают целые альбомы. Даже его татуировки хорошо известны каждому ценителю песен Михаила Круга. Розу за колючей, ржавой проволокой. Про которую Миша пел, вот у меня, видишь, розу за колючей, ржавой проволокой. Вот это вот. 1 июля 2002 года короля русского шансона расстреляют в собственном доме. Громкое, таинственное убийство сколыхнет всю Россию. Все это время Александр Северов распутывал клубок таинственной смерти друга. И у него свой ответ на вопрос. Кто на самом деле убил короля шансона Михаила Круга? Я очень его уважал. И для меня было дело моей чести в этой кашевой сфере разобраться. За непроницаемыми черными очками вор в законе Саша Север много лет прятал свой взгляд на жизнь. Почему я и не хотел сегодня жить ничего, потому что уже все настолько, смотришь, все так перевернулось. Вообще ничего святого, ничего порядочного. С годами он все чаще стал задумываться над тем, что воля порой может быть хуже неволи. Многие желали, конечно, что я уже не выписал. За свои слова он готов ответить. И как гражданин Северов Александр Валентинович. Моральные ценности засунули далеко-далеко в задницу. И у всех там престиж, деньги, машина, дача у кого круче, там это, то, все. А говорит, что сегодня не с кем. И как вор в законе Саша Север. Самая для меня большая боль, это то, что умру я сейчас, если не дай бог, что случится. Я не могу назвать ни одного человека в России из молодых, кем бы я мог гордиться. Вот наша студия. Супер. У Гачева просила даже сюда, мы отказали. Музыкальная студия в Твери помнит многих звезд нашей эстрады. Но для Саши Севера путеводной звездой всегда был один певец. Огромную программу готовил в этом году. К память Миши Кругу. Десятилетий. Хранить память о Михаиле Круге для джентльмена удачи – дело чести. Он лично отбирает тех шансонье, кому доверить спеть песни своего друга Миши. У нас певцы, все певуны, все там отрегулируют, все, голову, а-а-а. У тебя будет аппаратура вычистка, будешь соловьем. И на сцену выйти, под фанеру спеть. Хотя сам Север прекрасно понимает, что заменить круга не сможет никто. Даже у самых востребованных звезд шансона нет никаких шансов. Надо такого вот сладко-голосого, как Стас Михайлов, признать народный артист России. А кто он вообще, что он сделал для народа, для России? Он там, Пугачева, Ротару, они 20-летиями, 30-летиями звучали. Об огромных возможностях и большом богатстве воров в законе слагают легенды. Целый чемодан денег. Вот он, да, а есть. Большой, блядь. Чемодан с долларами оказался просто шуткой. Конечно, Александр Валентинович прекрасно знает, где и как хранится воровской общак. Но эту тайну он нам никогда не откроет. Поэтому никто нигде не держит никакие сундуки, никаких банковских счетов за границей. Саша Север – легендарный вор в законе. Ему уже за 50. За плечами почти 30 лет тюрем и лагерей. Но он не спешит списывать себя со счетов. До самой последней минуты он, кажется, будет чтить воровской кодекс, жить по понятиям. И помнить главное. Думаю, что неважно, кто человек, кем является, как его называют, вор или прокурор, или судья, или просто там колхозный. Самое главное – быть человеком и жить по сути. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!